Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас очередное видео в рубрике Крутые реплеи. Если у тебя есть хороший реплей или он у тебя появится, обязательно сохраняй его и по ссылочке в описании ты можешь найти видео, как конкретно достать реплей и электронный адрес, на который ты можешь этот реплей отправить. Если твой реплей действительно годный, интересный и чем-то выдающийся, он обязательно появится на нашем с тобой канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Я рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо вам за благовременно. Итак, ребят, сегодня у нас Лёва. Старый конь, который борозды не помнит. Нет, не так. Старый конь. Нет, наверное, всё-таки не конь. Старый лев, который всё-таки может попортить шкуру. Итак, ребят, у нас нет статистики по игроку, который играл, но у нас есть годный бой, который мы с вами сейчас заценим. Кто-то скажет по поводу того, что данный бой, он не является каким-то выдающимся по результатам, допустим, нанесённого урона или по количеству фрагов. Но нет, ребят, смысл данного боя абсолютно не в количестве фрагов и не только в той сумме нанесённого урона, который сделает наш сегодняшний герой. Итак, ребят, Лёвчик. Машина, я бы сказал, крайне-крайне бородатая в игре давно, но является одним из лучших фармеров на своём уровне. И с этой машиной справляются новички. В этом его безусловный и абсолютный плюс. Он обладает довольно прикольной классной бронёй, которая довольно неплохо танкует. Он обладает крайне скудной подвижностью, хотя в целом достаточной для того, чтобы передвигаться. Обратите внимание, наш герой, несмотря на то, что по миникарте отчётливо видно, что все ребята поехали налево, он типа должен был бы, как и многие другие, туда же вместе с ними собраться, держаться возле точки С, короче, встать в глухую оборону и пытаться сдерживать врагов, таким образом разбирая их. Но нет, он решает отколоться от своей компании, спрятаться за горкой и выжидать. Выжидать того момента, когда, вот как в дикой природе лев выжидает зебру, которая зазевалась. Вот точно так же и наш герой на своём льве ждёт эту зебру, дожидается её. Ну, в данном случае он не успевает стрельнуть, исключительно исходя из того, что не хватило каких-то десятых секунд для того, чтобы перезарядиться, но ему это не мешает. Дожидается, пока отстреляются враги, а именно ИС и его напарник ВЗшка, и забрасывает дополнительный урон. Здесь, безусловно, сработал фарт. Почему? Ну, просто потому, что в него реально два раза сейчас не попали. Что касается Фердинанда, то он тоже плоханул. Не знаю почему, наверное, парень настолько сильно хотел накинуть урон, особенно зная, что один из его союзников уже слился в ангар, пытался бросить максимально быстро, но у него не получилось. И парень перекатывается дальше. Парень перекатывается на новую позицию, там, где он может нормально держать оборону, стоять себе спокойно и периодически прятаться. В чем фишка данной игры? Фишка заключается в том, что парень не лезет на рожон, он не продавливает направление. Он просто стоит в выгодной для него позиции и выжидает, когда соперники, пытаясь прорваться, пытаясь пробить оборону его союзников, набрасывает в них урон. Я, честно говоря, долго думал над тем, точно ли им стоит выкладывать данное видео на канал. Но считаю, что данный видос имеет право быть увиденным многими по одной простой причине. Потому что он учит не просто танковать, он учит не обязательно ехать куда-нибудь, пробивать лбы, коль ты уж тяжелый большой танк. Он учит тому, как играть аккуратно с максимальной пользой для вашей команды. И какой результат будет, вы увидите в конце. Я, когда увидел результат, я был очень сильно удивлен тому, что я реально увидел в графе по статистике всех союзников. Заметьте, он сделал один фраг, но он набросал урона уже 2400. И это уже хороший результат по одной простой причине, потому что запас прочности 1800. То есть свое он уже отработал, он уже забросил урона гораздо больше. И в своем видео по поводу того, какие 5 правил необходимо соблюдать, для того, чтобы вы не были раком по определению. Я говорил, что ваша одна из задач в бою, это накидать урона больше, чем вы весите. Или хотя бы столько же. Он набросал уже 3000 урона. Еще 600 единиц урона, которые он забросит. И он уже в 2 раза перевыполнил планку, которую должен был перед собой ставить в начале боя. Он сделал уже 3 фрага. 3. 3320. Да, не дотянул до 100% превышения необходимого результата, но, ребят, вы обратили внимание, он не получил ни одного пробития за весь бой. И всему, ребят, благодарочка за аккуратность игры. То есть не надо идти в размен тогда, когда оно того не стоит. Займите грамотную позицию, и у вас все будет получаться. Обратите внимание на результаты по фарму. 139 тысяч серебром с учетом активированного прем-аккаунта. Я не вижу здесь пополнения боезапаса. То есть он не использовал голду. Он просто грамотно использовал базовые снаряды, которых ему хватало. Что касается вот этой цифры, да, вроде бы она небольшая. И вроде бы немного соперников отправил он в ангар. Но трое из семерых это тоже довольно-таки немало. Но обратите внимание на результативность в команде. Он занял первое место с существенным отрывом. И это действительно довольно классно и интересно. Безусловно, есть двое соперников, которые вообще ничего не сделали. Вот эти отыграли, так, немножко скудновато. Но мне почему-то кажется, что он не получил бы все равно такого результата. Будь он наглецом, который бы поехал просто в наглую на врагов. И пытался бы размениваться грамотно, неграмотно. Отыгрывать от брони. Но ему не пришлось от брони-то вообще отыгрывать. Потому что он сыграл крайне аккуратно и крайне толково. За что ему огромный респект. Лайкос от меня. Спасибо большое за присланный реплейчик. Ребят, ставьте лайки. Поддержите нашего героя. Ну и таким образом поддержите развитие канала. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии и мнения по данному бою. И напишите, как вы играете на льве. Я думаю, что всем будет интересно. Ну а мне уж точно. Спасибо большое за просмотр. Всех благ. Всего хорошего мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.